Всем привет! Начинаем новый влог! Оставлю отзыв на пасту Клац. Недавно покупала в магазине Фикс Прайс. Там на нее самая бюджетная цена. Ну как недавно, видите, мы уже тюбик практически использовали. Бережное отбеливание я выбрала. Конечно, я особого отбеливания не ждала, но хотя бы ждала, что такая паста отбеливающая, она будет лучше очищать налет от чая и кофе, чем обычные пасты. Нет ничего особенного. Самая обычная паста, не знаю, на уровне Аквафрэш, Колгейт, только стоят они в полтора раза дешевле. По вкусу тоже совершенно обычная, мятная. Никакого долгого ощущения свежести от нее не было. От той же Аквафрэш у меня на более длительное время ощущение мятной свежести остается. Поэтому для меня совершенно такой проходной вариант повторять точно не буду. убиралась в рюкзаке. И помните, одно время были популярны такие видео, что в моей сумке, что в моем рюкзаке. Давайте вам быстренько покажу. Кому интересно, смотрите. Ну, кому не интересно, просто перемотайте дальше. Летом я чаще всего хожу вот с таким рюкзачком Дэниел Патричи. Эта марка представлена в магазинах Кари, но я покупала на Вайлдберрис. Он маленький, компактный, но очень удобный. На внешней стороне есть карман. Что у меня здесь? Давайте приблизим. У меня всегда есть санитайзер для рук. У меня всегда есть средства для губ. Сейчас это вот такой блеск от Мини Долли и бальзам от Лабелла. У меня всегда есть влажные салфетки сейчас от Эл Пикея. И обязательно также бумажные платочки, которые, если что, если где, могут выступить также в качестве туалетной бумаги. Сзади есть еще один карман, тоже небольшой. Здесь у меня ничего особо интересного. У меня там вот такой пакетик. Когда-то раньше продавался такой препарат для горла. Слушайте, я не помню, как назывался. Это был какой-то местный антибиотик. А, Биопорокс. Вот, я его обожала. Он мне классно вылечивал горло. И он был в коробке, вот в таком пакетике. Я пакетики эти оставила и использую как такую косметичку, хотела сказать. Ну, в общем, у меня там лежат какие-то лекарства, которые надо иметь в дороге. У меня там пластырь, таблетки от головной боли, что-то от желудка. Также здесь вот такой просто микроблокнот. Ну, иногда вещь нужная. У меня здесь пульт от машины и у меня здесь ручка. Так, переходим к основному отделению. Оно одно, вот такое, не очень большое. Здесь у меня, где молния, у меня здесь лежит вот такая штучка для документов. Там у меня паспорт, медицинский полис и права. Отдельно у меня в таком конвертике документы на машину. Там же такая, как называется, таблетка, это охранка от машины. У нас стоит дополнительная охрана на машине. Здесь большой уже блокнот. Мне могут позвонить в течение дня, если я нахожусь, например, не дома, да, в дороге. Надо какие-то рабочие записи сделать. Вот этот блокнот использую. И совсем небольшой кошелек, вот такой очень симпатичный. Я его в свое время покупала на Вайлдберрис. Что здесь еще? Здесь у меня находится вот такой карт-холдер для карточек. Я многие скидочные карты ношу еще по старинке, именно в карт-холдере. Также у меня здесь вот такая небольшая косметичка. Она прорезиненная, очень приятная на ощупь. Я ношу ее всегда в рюкзачке. Приобретала я ее в подружке. Открывать не буду, там ничего особо интересного. Вот там зеркальце маленькое, по-моему, маленькая расческа, какая-то мини-туалетная водичка, ну и что-то еще. В общем, опилочка, опилочку обязательно с собой ношу. В общем, вот такие женские мелочи. Лето. У меня бандана обязательно, потому что у меня темные черные волосы. Если яркое солнце сильное, то у меня будет солнечный или тепловой удар, бандана нужна. И вот такая складная сумочка. Пингвин это из подружки. Все распихано, все более-менее аккуратно. Вот здесь я ношу обычно телефон, я им сейчас снимаю. Так что вот такой у меня дамский набор этим летом. Ну что, все те же и там же. Полосатая команда в полном сборе. Диван занят полностью, отжат. У тебя вот усы выпал, по-моему, да? Вот что это такое? Нет. Это просто шерсть. А я думала, у тебя ус отвалился. Да, пледик полностью уже покрыт шерстью. Сразу понятно, кто живет на этом диване. Ну что, тебе удобно, уютно? Пора поспать. Ну что, не будем мешать. Спи. Еще хочу вам показать вот такая у меня, можно сказать, рассыпь. Я бы даже сказала, коллекция кремов для ног. Какие-то вам уже показывала, отзывы оставляла. Но видите, они у меня сейчас собрались прям в количестве четырех штук. Поэтому быстренько, кратко. Вот этот крем Нитроджена покупала на Вайлдберрис. Шикарный, питательный. Но, наверное, пожертвую мужу. Потому что это единственный крем для ног, которым он согласился из всего этого многообразия пользоваться. Все остальные для него слабые, моментально впитываются. Кожу, как он говорит, даже подсушивают. Этот единственный, который готов бороться с его засушливыми пятками. В общем, шикарный. Но сейчас на Вайлдберрис стоит уже 450 рублей. Я за 350 покупала. Вот этот крем недавно показывала в покупках Fixed Price. Буквально вчера, наверное, или позавчера. Я не помню, когда видео выходило. Крем для рук питательный. Никакой он особо не питательный. Аромат очень средненький. В общем, я его перевела в разряд крема для ног. Ноги неплохо увлажняет и смягчает. Вот этот крем я покупала для мужа на аптечном сайте. Солна от мочевина 25%. Крем смягчающий. Вы знаете, оказался, ну, так себе. Не знаю уж, какая тут мочевина 25%. На пятках мужа вообще не работает. Да, моментально впитывается. Но как будто он его и не наносил. Отказался им пользоваться. Говорит, толку нет. Да, используюсь сама. Уже им пользуюсь. Да, даёт, знаете, такое совсем незначительное какое-то увлажнение. В общем, для идеальных пяток единственный аромат приятный. И вот такой крем для ног тоже из Fixed Price. Это уже специальный для ног, да, в отличие от этого, который для рук. Даёт минимальное увлажнение, но он неплохо охлаждает, приятно пахнет. Такой летний охлаждающий вариант. Так что вот эти три придётся мне использовать, а вот это пожертвую мужу. Ну, конечно, выбрал себе самый дорогой, самый качественный. Разбирала тут сейчас обувь и решила вам показать всю свою летнюю обувь. А вы мне в комментариях напишите, что у вас, что вы носите. Не обращайте внимания, пожалуйста, на грязь. Здесь у нас входная группа, коридор, да, это, в общем-то, коврик и специальная такая подставка пластиковая, куда мы ставим обувь. У нас день уборки, это суббота или воскресенье. Сегодня пятница, грязь за недельку накопилась. Вы меня простите, пожалуйста, убираться будем в выходные. Итак, моя летняя обувь. Ну, это мужа, это не моя. Вот такие у меня есть босоножки. Очень удобные, несмотря на достаточно большой каблук. Ходить в них удобно, нигде ногу не натирают. Я обувь на каблуке, на каблуке в принципе люблю. Кублуке, да, сказала, вообще заговариваюсь уже. Рост у меня небольшой, где-то метр шестьдесят четыре, метр шестьдесят пять. Поэтому, да, каблук люблю, но мне нужен устойчивый, не какая-нибудь шпилька. Вот такой каблук это для меня. И вот такие у меня есть еще простецкие шлепки. Это, знаете, серии вот на районе. То есть по району доехать до фикс прайс, там, не знаю, до глобуса или пойти в какие-то ближайшие магазины, поехать на дачу, это вариант попроще. Ну, а вот эти на работу не стыдно. Также у меня есть вот такие макосины. Я люблю белого цвета. Кстати, вот видите, они мне натирали пятку, поэтому у меня здесь вот такие специальные накладочки. Они продаются в разных обувных магазинах, также на Алиэкспресс. Такая смягчающая вставочка для пятки. Ее не видно, когда вы надеваете обувь, но зато вы ногу не натираете. Тоже очень удобные. И есть у меня две пары таких летних легких кроссовок. Они совершенно одинаковые, отличаются только цветом. Я покупала их в спортивном магазине Декатлон. И покупала я вот эти вообще в свое время для бега. Я бегала, потом, ну, бегать мне надоело. Все-таки это не совсем мой вид спорта. Это беговые кроссовки, правда, из недорогих моделей. Потом, когда они уже немножко поизносились, я решила, хотя уже не бегала, купить все равно точно такие же. Поэтому купила себе вторую пару. Но вот цвет был только розовый. Купила розовые. Эти уже такие, можно сказать, прилично б.у. Я ношу их, ну, когда, знаете, такая какая-то грязноватая погода. Или еду к своим подшефным собакам. То есть мне их как-то совсем не жалко. А вот эти более новые, ну, ношу в городе, опять же, там, на дачу. Да и просто куда-то пройтись, погулять. И видите, вот кроссовки, они, несмотря на то, что уже старенькие, они, в общем-то, беленькие, да, они не желтенькие. Даже подошва у них беленькая. Как я этого добилась? Ну, очень просто. Я их постирала в стиральной машинке со средством для стирки и с отбеливателем. Вот получила такие белые кроссовки. И в конце видео пара покупок из фикс прайс. Я заезжала за разной такой бытовой ерундой. Мешки для мусора, бумажные полотенца и так далее. Но я вам это показывать не буду. Знаете, все одно и то же каждый раз. Меламиновые губки и так далее. Вы это сто раз у меня видели. Но я также зашла в отдел еды и купила два джема от Мистер Рико. По 79 рублей. Хорошая цена. Вот такой джем. Красная и черная смородина. Я покупаю уже, наверное, раз в третий. Приятный кисло-сладкий вкус. И углядела новинку. Это джем абрикос. Вот его еще ни разу не пробовала. И открою чуть попозже. Если покупали, делитесь впечатлениями. Ну, а с вами, наверное, на этом буду прощаться. Такой сегодня домашний влог у нас получился. С удовольствием почитаю ваши комментарии. И с вами пообщаюсь. Всем пока!